Продолжение следует... 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 Здесь у нас есть парламент, который люди выбирают. Я сам два срока был вот таким парламентом, как раз был одномандатным тоже. У нас департаментная система, конечно, больше одномандатный парламент. Но все равно бывают выборы и избиратели. И еще президенты тоже будут избиратели. Еще бывает иногда очень неожиданно. У нас с 2005-го по 2013-го президента Туркера Ахмадия Нижела. А после того, что он заканчивал второй срок, дорогу избирали господина Романи, который я могу характеризовать его естественно так, что у него очень хороший общий язык с Владимиром Владимировичем Путином. Они в течение года четыре раза встретились. Первый раз в Евгении. Второй раз в Шанхае. В этом году от третий раз в Душанде в ходе саммита в Шанхае. Третий раз, пять раз, две недели назад в ходе господина Романи. Я как посол, конечно, не очень важно и приятно, что состоялся у него очень хороший диалог с господином Путиным. И наше взаимоотношение как раз развивается. И есть, конечно, общие политические мировоззрения. У них есть общие взгляды во внешней политике Ирана и России. Есть общие интересы, есть общие угрозы тоже. Не только в Евразии есть общие угрозы на Ближнем Востоке, как вы все уже знаете, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. А есть убеждения в многополярном мире. То, что очень необходимо. И у России есть такое серьезное убеждение. И Ирану, и у Ирана будет несколько убеждений. Но как характеризовать внешнюю политику внешнего правительства Ирана или внешнего президента Ирана, я не хочу заниматься все время и читать просто свое доклад. Я коротко доложу, и потом постараемся, чтобы у нас нет монолога, как это делалось. А как нам представить себя и идти в свое место в некоторых приходных условиях? Мы убеждены, я думаю, что с вами, что это транзитный приход и приходный прием международного решения. Имеет свое бонусы, плюсы и минусы только. После 1991 года, когда уже не было два года и развал Советский Союз, начался приходный транзитный приход и приходный прием в международные отношения. Но иметь то, что независимые государства могут помешать в свое место в метеорее транзитный приход. А как раз я помню, что всегда одно селье международного решения Белой Чуды подняло Россию в мировой уровне в течение прошлых 20 лет. Но с лишним трудом продолжался этот приходный период. Уже 20, почти 5 лет. И это минус. Это минус. Значит, Запад постарался создать однопарядный мир. Не удалось. И как раз получилась катастрофа. Что в Ираке, в Афганистане, на северной Африке, в северной Африке и еще в Востоке то, что мы увидим. Но они до сих пор и пытаются создать и устроить однопарядный мир. Но все равно, любая страна этот приходный период, как представить себе, как видите свое место. Это очень важно. Иран. Читает, что в немничный приходный период сам тот и является одним из основных значений, как из объектов, при создании формирующейся международной системы. Поэтому, в случае очень оценившей ситуации и расчетливого исполнения своей формии, он сможет институализировать свою силу. С учетом того, что, так как и возможности у Ирана, наша внешняя политика сейчас видит, что такие возможности есть у Ирана в комплекс сегодняшних и потенциальных возможностях и обеспечивает Ирану серьезные официалы для определения эффективной игры на мировой арене в нынешний приходный период. Второе. Независимость. Иранская независимая внешняя политика обеспечивает возможность для присутствия Ирана на международной арене. Третье. Направленную миру послания религиозного народовластием и мировая миссия, сложенной в Конституции других конституальных документов, сделанную иранскую идентичность настолько эффективную, что предоставляет Ирану возможность расширить в рамки своего присутствия в реальном качестве средней силы и региональной державы. Ирана. Еще. Способность Исламской Республики Иран стигра в рон свяжущего звена между различными и регионами. Как мы знаем, в Иране мир транзитный и его политическим простоположением. Ирана. Еще. Пил по участию народа вибра 14 июня 2013 года восстанавливающий социальный капитал в стране, подготовила основу для усиления вдохновляющей роды Ирана. Следующее. Стабильность и спокойствие Исламской Республики Ирана. Вы видите, что вокруг Ирана, и в том числе в России, просто я здесь не говорю о внешней политике России, я говорю о внешней политике Ирана, что происходит в Афганистане, в юге Ирана, и частично на Западе, если в Кавкаде, и на Российском Союзе тоже, в юге Ирана тоже. И у нас на самом Востоке тоже, в Афганистане тоже, там тоже относительная нестабильность. Следующий. Город Ирана. Формирование смыслами структуры будущей международной системы, причем стратегических возможностей, отекающих из приходных условий, заслуживая большого внимания. Следующий. Иран с уверенностью в собственных силах считает свою смысловую роль, выходящую за рамки географических комиссий, и имеет независимые и достойные поверления взгляда на будущие международные грязи международного мироустройства. Следующий. Богатый. Культурной экстерилизации прошлого. Еще. Сочетание уверенности в собственных силах. То, что показала Евангогласова. Культурной экстерилизации. Следующий. Будущее. Регионы будут фундаментально зависеть от иранской роли. И ни один игрок в своей политике не может инновидировать роль иранской регионы. Следующий. Удаление викторов иранских координатных конкурентов. Здесь, конечно, не имею в виду Саддам Мусейн, который нет серьезных конкурентов, и еще Талепан, которые в 90-х были на власти в Афганистане. Следующие внутренние и внешние визы, стоящие соперничающими державами в решающем окружении. И трудные условия, которые оказались в США, и прочие противооборствующие силы Ира и Афганистана. Следующий. Успехы народных движения в регионе визами, стоящих при секулярными властами исландских государствах. Следующие руководство Ивана движения неприсоединения также может обеспечивать. И знаете, что есть такая организация, которая называется «Движения неприсоединения». Я, наверное, знакомлюсь с этими движениями. Иран сейчас как раз и есть руководитель этих движений. Конечно, периодически руководитель. Артизм. Мы не говорили о возможностях, а без них какие-то. Продолжающаяся стабильность в регионе вокруг Ирана. Второй. Ближний восход по вторичному является центром самым напряжённым и главным кардинарным известным. Иран здесь как раз и есть часть личного восхода, и в соответствии с современным восходом, можно сказать. Следующий. Среди внутри арабских стран, помимо изменения внутренней ситуации в странах и регионах. Следующий. Афганский кризис вследствие влияния оказываемого им на регионы. Следующий. Усилия США и сианинского режима направлены на распространение иранофобия. Но это, конечно, сейчас более спокойно после 2013 года, после президентского века. Но до этого они говорили очень сильной. Просто пропагандой иранофобия в мире. Выставление Ирана в следующей качестве одной из угроз международной безопасности путём примития Советом Безопасности Многочестных Завюзий. Следующие попытки институализировать угрозу направленной против страны. Института Литвии. Вот так делал как раз белый опыт и сначала в Ираке, потом в Ираке, потом в Ираке, сейчас и в Сирии. Это значит неправильно потреблять институты международные права. Это как раз сам уже ужасный институт. Потому что практикуется год за год без разрешения ООН принять решение о борьбах и обмечательствах. Это тоже потенциальный угроз, не то что нынешний, но потенциальный угроз для Ирана и для любого независимого государства. Попитки ослабят международную позицию и авторитет Ирана. И это тоже существует визуально, который можно прочитать. Но я говорил о угрозах и о возможностях, обрезавах и о возможностях. Ираке, несколько слов, тоже крупные стратегические задачи мельчинской политики Ирана. Я как раз взял эту программу, которую он предложил в парламент, чтобы пройти через парламент и получить подтверждение парламента. Я как раз был депутатом тогда. Он предложил такую программу и получил подтверждение парламента. Крупкие стратегические задачи, крупными стратегическими задачами в личной политике являются достижение взаимопонимания и консенсуса на национальном уровне. Это умеренность, сотрудничество и конструктивное и эффективное взаимодействие во внешних отношениях на основе подхода, опирающегося на чувство собственного достоинства, мудрость и селезообразность. Указанные стратегические задачи призваны обеспечить достижение Сербии заявленными в перспективных документах заключаются укрепление национальной безопасности, устранение внешних урон, сосредоточение внимания на экономике и национальном развитии международных отношений, нейтрализации антиисламских и иронофобских программ, существующих в мире и основанных регионах, повышение авторитета и достоинства Ирана на региональном уровне, международном, сообществе и приходном в мире. Это не стратегические, трудные стратегические задачи, а если космо, то же, а оперативные стратегические задачи. Оперативные стратегии, разработанные для достижения краткосрочных и среднесрочных силы, с причетом в мире и условиях ситуации и системы осландской. Эстатусы осландской республики Ирана могут быть классифицированы по следующим ключевым направлениям. Первый. Оперативное и селенаправленное планирование для нейтрализации, исламофобии и иронофобии, именно исламофобских и иронофобских проектов. Следующее. Изучение, укрепление и производство возможностей потенциалов относительных преимуществ и способностей страны и активного присутствия на региональной и мировой арене и так далее. Но следующее. Оглавление. Это постепенное, постепенное хирургомо и регулирование ядерного вопроса одновременно, одновременно защитой прав и научных достижений страны. Мы в курсе, что Иран имеет мирную атомную программу, но вокруг этого и давно есть споры, и как мы считаем, как созданную искусственную необходимую просто проблему. Иран уверен, что имеет право в том международном праве, в соответствии с международным правом, имеет право на мирную атомную программу. И как раз в этом плане имеется сотрудничество с Россией. Россия строит совместно с Ираном станции в Уше, в нашем хорде в Уше. Как раз сейчас идут переговоры, идут явления о расширении наше сотрудничество. Мы сейчас идем серьезные переговоры с Росатом, и мы надеемся, что не только надеемся, а даже уверены, что во скором будущем протокол подписывается, и Грана России будут и расширять и развивать сотрудничество и деятельность в этом плане. Но сейчас вопрос по атомной программе Ирана не только об МАГАФИ, в ООН, в Совет Безопасности, и как раз и местности против Ирана. Но Иран считает, что это не для того, что Иран имеет атомную программу, потому что многие страны мира имеют атомную программу. И это законно, это не нарушает никакой международной правой, что Иран имеет атомную программу. Никакая доказательства никогда не было, что Иран имеет военную программу, атомную. Никогда не было такая доказательства. Но мы считаем, что это только повод, это они просто как повод подняли, чтобы вести санкции против Ирана. Я думаю, что это сейчас вам очень понятно, потому что сейчас идут против России санкции. Действительно, мы считаем, что Иран – это реакция, который несет на себе, потому что имеет независимую политику, потому что имеет независимую национальную политику. Но нынешнее правительство, нынешнее правительство постарается, и нынешний президент постарается как-нибудь урегулировать. одновременно ведет диалог с Западом, а еще параллельно постарается не инагрировать никакое право Ирана. Иран ни в каком случае не будет сдаться, и ни в каком случае не будет инагрировать свое право на атом, не военную атомную программу. Но нынешний президент имели и нынешний мир своего плана урегулирования. Я считаю, что должна вернуть вести диалог и постараться, чтобы было более взаимодоверенность между Ираном и Западом. Четвертый вообще. И вернув эту тему из Совет безопасности в МАГАТЭ, и просто чтобы обсуждаться как юридический вопрос, а не как политический, и просто как элемент преддавления. Усиление публичной дипломатии. Значит, первая практическая стратегия уже была в регулировании атомной программы. Второй — усиление публичной. Я очень радуюсь, что перед вами это время и говорит. Я думаю, что в течение 5 минут уже заканчиваю. А сколько у нас в истории нет? Я не буду говорить. Я буду в течение 5 минут заканчиваю. Вторая задача — это усиление публичной дипломатии Основской Республики Ирана. Но вы знаете, что как политологи знаете, что дипломатия сейчас не только традиционная дипломатия, и не только классическая дипломатия, но и публичная дипломатия, и народная дипломатия. Как говорят, что власть и силы — не только атериорные силы, и soft power, и мягкие силы тоже. Поэтому, потому что другие страны тоже, особенно на Западе, делают большие инвестиции, вот на софт power, и на мягкие силы для независимых государств, как Иран и Россия. Это очень важно, чтобы учители усиление своей силы и свое присутствие в публичной и народной дипломатии. Следующая нормализация отношений состоит с западными странами, введение необязательных операционных и неуместных вопросов из повески для отношений с Европой, измельчения вегетей из общих тем и о беспокойности, восстановление двусторонних и многосторонних отмечений на основе уважения и взаимных интересов. Но следующая задача — укрепление отношений с новыми и вновь появившимся державными и государствами. А здесь, как у вас сейчас появляется, развитие и управление отношениями с Россией, с Китаем и с Индией, в направлении осуществления национальных интересов создания, обоюдно направлены отношения и преданная им всесторонности. Всесторонний подъем и укрепление отношений на основе взаимных потребностей и интересов. Укрепление отношений по направлению осуществления интересов Ирана, укрепление отношений с остальными, но появившимися и разживающимися державами. Следующий — восстановление и усиление региональной и международной уровня Исламской Республики Ирана. Следующий — экономизации внешней политики. Но когда мы говорим о экономизации, внешней политики не может быть. Это вам кажется просто необычно, потому что экономизация внешней политики должна быть. Но я хотел бы сказать в конце своего выступления, что у нас не советское государство, не советская система, а у нас религиозная система. А бывают те правительства и те президенты, которые делали больше оставки на идеологии, и бывают те, которые делали больше оставки на экономике и на прагматизме. Я не могу сказать, что какой-то президент инагрировал в виде регионерации системы. Это есть в нашей Конституции, это есть во всех наших программах и задачах. Но потому что система такая, как Исламская Республика, есть те, которые делают доставку больше на Исламское, на экономика и на прагматизм. Я могу сказать, что если берем последние 15 лет, из того, как срок, издарёшься с Мухтесси, как срок, издарёшься с реверными 15 лет, у нас президент правоформатор с Сеемана Хатамина, который назвал, по-воему, господин Дихон. Он два периода был президентом, и он был до формата, а он был диалог с цивилизацией, он тогда был инициатором диалог с цивилизацией, и он предложил ООН программу диалог с цивилизацией, и как раз подтвердил ООН. После него у нас был противоположный, можно сказать, президент, консерватор, доктор Анатолий Лежат был с 2005 до 2000 Хернявского года. А из прошлого года тоже пришел на власть господин Боумани, который его называют консерватором или реформатором, это очень трудно. Он считается, что он умеренный президент, потому что его поддержали большинство реформаторов и еще не перечас консерваторов тоже. И считается умеренный президент. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алтаг texted… Еще раз на территории Синии, яичная Ирак основана естественно – в так называемом истинановском государстве. Я вообще и рад와 одной caren當��고 деревне, считаю ли вы, что как-то, таким долгом образом выполнять национальный безопасность США? Ну, то, что, товарищ Египет говорит, да, Египет, сам Египет сейчас, можно сказать, угрожает международной безопасности, особенно оригинальной безопасности, это однозначно. Ну, как, у вас есть вопросы про исламские государства, и у меня есть, и у нашей внешней политики есть, и у нашего министра есть, и у наших президентов есть, и наши ваши, откуда появится исламские государства, потому что это под вопросом. Это серьезно под вопросом, как Адваиде появился после того, что поддержали некоторые сильные стран, заболевые, талеби и экстремисты в Афганистане, а потом появился Адваиде. И сейчас тоже, вероятно, не понятно, почему появился, и кто поддержал, и откуда, получается, они поддерживают. Но это все под вопросом, действительно. Мы не только видим вопросы, непонятности в этом плане, мы не уверены, что эта коалиция тоже очень серьезная коалиция, и эффективная коалиция, потому что коалиция, когда разделяет терроризм на хороший терроризм, плохой терроризм, экстремист, это просто странно. Сейчас они опять бомбардируют, не бомбардируют, сейчас исламское государство, которое в течение 3 года побежали их против Ассад, а сейчас их бомбардируют. А еще раз делили экстремистов, в Сирии два частых платы, снамское государство, надо их бомбардировать, и хороших, которые надо их поддерживать против Ассад. Знаете, минимум не можем сказать, что те, которые создают коалиции, они не понимают, что они вам, они не понимают сущность проблем. Но и максимум можно сказать, что это все в плане. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый господин посол. Хочу воспользоваться моментом, вы слышите с первого пуст как от вас, так и от профессора Владимира Ивановича. Хотел бы узнать, как осуществляется сотрудничество в железнодорожной отрасли между Ираном и Российской Федерацией, а также планируется ли создание железнодорожного сообщения между Россией и Ираном, выгодно ли это, и как производится, может быть, обмен опытом, обмен технологиями между двумя государствами. Спасибо большое. Вопрос действительно не больше от вас. Вообще говоря, за весь период моего окончания должности. Сначала первого записителя места людей, сообщения, потом президента компании, если на один день не прерывали отношения, что бы не было. И попытка выстраивать прагматические такие отношения в области железнодорожного, это тоже присутствует. Но, допустим, меня посол, несмотря на все религиозные влияния и так далее, люди все есть люди. И в Иране также существует достаточно влиятельная группа людей, которые, может быть, не декларировано, ориентируются или ориентировались на возможность разбить отношения с Ираном. И поэтому было несколько периодов в нашем сотрудничестве. Первый период еще до скачивания санкций в отношении Ирана, когда мы договаривались, когда мы постоянно стояли на конференциях, посвященных транспортной логистике Ирана. Был период, когда очень серьезно, кстати, часть нашего вопроса обсуждали тему создание нового транспорта через дорожного коридора через Азербайджан, в связи с Российскими железными дорогами. Этот проект и сегодня, в повестке дня, однако, я вам это скажу на цепь попозже. Мы реализовали проект электрификации 50-километровых участков железной дороги в Иране. Это единственный проект, который мы сделали. Опять-таки, не взяли на какие санкции. Мы сегодня, надеясь, что мы сможем, особенно толчком этому будут Каспийские договоренности президента. Я все-таки думаю, что мы сможем реализовать строительство дополнительного участка железной дороги для соединения иранских железных дорог, сначала с азербайджанскими, а потом с российскими железными дорогами. Это все в перспективе, это все возможно. Что я хотел бы здесь подчеркнуть? Иран – это страна, которая также обладает своими политическими интересами, и эти интересы далеко выходят за рамки снятия только санкций. И то, что мы стоим посолом, профессор говорит здесь о стремлении развивать отношения и с западами, это тоже совершенно справедливо. Я, например, могу статировать, что сейчас в процессе подписания и подготовки подписателей был большой проект с Ирана по нефти в обмен на реализацию инвестиционных проектов на территории Ирана за счет тех денег, которые будут получаться. Как только санкции были ослаблены, процесс переговоров притормозился. И это естественно, опять-таки. И это естественно. Значит, просто рассказываю вам о сути тех процессов, которые происходят. Но при этом хочу закончить тем, что… Ну и при этом озвучало лекции. Какие бы политические триумны, какие бы политические тенденции запад не ворваны вот сегодня. Тем не менее, принципиальное стремление к установлению системы глобального времени не равное. А с этой точки зрения, религиозная основа иранского государства является для них значительно большей опасностью, чем любая ядерная программа, где нам никогда, по крайней мере, в будущем, в той системе управления, которая сегодня в районе существует, эти противоречия установлены не будут. И с этой точки зрения, а не только потому, что на России тоже санкции накладывают. Есть естественный базис для того, чтобы сотрудничать. Этим базисом является как раз идеология цивилизации, которая не предполагает доминирование одной религии или одной культуры, от всей другой религии или культуры, хотя в области церковных отношений не всегда очень сложный процесс. Это касается православной церкви. В целом, полагаю, что у нас есть хорошие перспективы по дальнейшему развитию. Я все-таки надеюсь, что в основном варианте этот большущий договор межпроектов будет подписан, рассчитываю на это, но когда есть очень серьезная доля тех проектов, которые пережили дорожный характер, где-то другое, где-то другое, где-то побольше. Еще какие вопросы? Пожалуйста. Погубчик. 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 Другие студенты обладают своей прозрацией. Последние даже. Но то, что Иране приобретет договор с Шестергией, это однозначно. И то, что Иран постарается решить свои вопросы, как ответит Владимир Иранович, это однозначно не справедливо. Но какие результаты идут, пока не ясно. Есть твердое намерение и у России, и у Ирана, и у приговорщиков со стороны Запада, чтобы прийти к какой-то результате и договориться о чем-то. И мы действительно читаем, что это необходимый искусство созданный вопрос вокруг программы Ирана. На основе которой они имеют четыре разолюции, санкционные разолюции против Ирана, это абсолютно не справедливо. И надо закрыть этот вопрос, и надо решить этот вопрос, и снять эти напряженные силы. А какой Россия роль играет, мы считаем, что всегда роль России в этот приговор был позитивнее. Иран всегда имеет дружное отношение с Россией в этом плане. И также имеет не только в рамки шестверки, но и в этом постороннем, просто в плане тоже. И не всегда приговорят Ирану. Как свой партнер смотрит в рамки шестверки на Россию и на действия, и есть такая надеятельность, что Россия по-прежнему играет позитивную роль и даже постарается помочь в этом плане. Но то, что в Иране бесказывается в изменениях, это никто не может просто представить. Просто в Иране часто бывает так, что мы если что-то подписываем, то Иран не приходит. Мы уже привыкли к этому, просто страна свободная, где каждый имеет свое мнение. Даже на прошлой неделе, на прошлой неделе можно сказать, что три недели назад звонили меня и Дмитрий, и что, потому что я сам был депутатом, до какого-то дня говорили, я когда-то пришел сюда, что какой-то депутат наш очень сильно критиковал наше отношение с Россией. Но я еще могу сказать, он тоже высказал свое мнение, вот если как говорили. Главное, что по делу все развивается, все развивается, мы подписали очень серьезные соглашения, как ответил Владимир Иванович. И на основе этого мы будем наблюдать большой-большой подъем в наши экономические отношения. Я сам четыре раза в президенте встретились в течение года. Я сам, это состоялись в Ишкеке и где-то дальше в России, но последний состоялся в России я сам присутствовал. Все было очень искренне, и президенты его в себе поставили в себе вопросами и решали. Наш президент, я могу еще раз рассказать, я бы сказал, что он, читая, что наши отношения должны развиваться, и мне уже не очень важно. Он довелся в президентстве, в Беломежье юрией и сейчас и увидел, что, и мне поручил в последний раз, пастора, я бы тоже сказал, что надо развивать отношения мне, верим, что мне и в России соседи, и мои друзья, и партнеры, и они должны понимать, что на отношениях но когда есть общее мнение у президентов, я думаю, что все развивается. Я не сомневаюсь, что мы наблюдаем большой подъем на счет взаимоотношений.